Теперь я хотел бы прояснить некоторые моменты партстроительства. Нам можем помочь только мы сами. Я тут придется говорить о наших недостатках. Мы не так сильны, как нам хотелось бы. У нас хромает организация. Нам нужно укрепить наши структуры, поднять наши партийные организации. Там, где они слабые, сделать их сильными, а там, где их вовсе нет, создать заново. Для того, чтобы создать массовую партию, мы должны, прежде всего, уяснить себе, какой человеческий материал нам понадобится для строительства такой партии. Нужны ли нам, к примеру, миллионы граждан, чтобы проголосовали за нас на выборах? Нужен ли нам так называемый электорат? На данном этапе в России нет свободных выборов. Ситуация такова, что для установления свободных выборов мы вначале должны поведить власть, взять ее, а потом уже мы сможем участвовать в нами же организованных свободных выборах. Поэтому ясно, что поскольку власть сейчас в России меняется не путем выборов, нам не нужен сиюминутный электорат. Он нам будет нужен. Сегодня ублажать электорат или присмыкаться перед ним нет смысла. Это нам не нужно. Пассивные массы не нужны. Нам нужны агрессивные, сильные активисты партии. Даже не сотни тысяч, не надо мечтать. Но хватит нескольких десятков тысяч на всю страну. В истории есть определение для таких кадров. Это социально неудовлетворенная молодежь. Вот по-прежнему нам нужна социальная, неудовлетворенная молодежь, которая осуществит народную революцию. Под этим общим названием оказываются, я надеюсь, крутые, амбициозные, обездоленные парни, социально обездоленные те, кто недоволен своим местом в обществе. Это прежде всего. Провинциалы, жители мелких городов России. Это разнорабочие, целый класс охранников, неформальная молодежь. Туда же относятся журналисты, художники, музыканты. Студенты нам нужны. Молодые военнослужащие, спортсмены, футбольные фанаты, полицейские. Да, и они простые полицейские. Хулиганы, заключенные, подсобные рабочие. Среди их насморок много. Этих людей надо мобилизовать. Это не хомячки Навального, это их противоположность. Их в стране очень много. Они бродят, они сидят в тюрьмах, они там кто пьет, кто хулиганит. Мы должны суметь, и это большое искусство, привлечь их к себе. Привлечь их к себе. И никто нашу с вами победу, может быть, не оценит, только мы ее оценим. Но мы должны этих людей привлечь. И кто нам не нужен? Ну, мы бракуем кого? Мы бракуем чиновничий класс, безусловно, поголовный. Их очень много. Их очень много. Они только под дулом огнестрельного оружия, мягко говоря, перейдут на нашу сторону, а так не перейдут ни за что. И даже если они перейдут под дулом, то грош цена этому переходу. Они нам не нужны тотально. Теперь, кто нам еще не нужен? Нам не нужны так называемые, как я их называю, профессиональные москвичи. Обыватели, рантье, владельцы хороших адресов и лишних квартир. Все эти дамы с собачками. Нам не нужны дамы с собачками, брак, наш враг. Не нужна нам либеральная интеллигенция, потому что интеллигенция наша сегодня находится не на должной высоте. Она, прежде всего, очень неумная. И это, конечно, досадно, потому что среди этих людей есть энергичные и работоспособные, которые могли бы пополнить наши не такие уж сегодня многочисленные ряды. И борьба бы наша пошла быстрее. Поэтому к интеллигенции предлагаю относиться со вниманием и попытаться переманить какое-то количество этих людей. Ну, они исправимы, но бог с ними.